всем привет с вами оксана сегодня в этом ролике вы увидите еще одно акриловое наращивание в моем исполнении для тех кто считает что акриловые ногти не выглядят натурально посмотрите завершенную работу и убедитесь что это не так никто из окружающих не сможет понять наращенные эти ногти или же натуральные покрытые гель-лаком как выполнить естественное наращивание ногтей я сейчас и покажу поддержите мой канал своей подпиской и жмите на колокольчик чтобы не пропустить новые ролики по дизайну ногтей начну с подготовки апельсиновой палочкой отодвигаю кутикулу на всех ногтях сразу пилкой canga cnd я скругляю натуральный ноготь и при этом оставляю пару миллиметров длины под такой ноготь будет куда удобнее ставить бумажной формы для наращивания раскрываю крафт пакет с простерилизованными фрезами в этом наборе есть шлифовщик пламя бочонок и шарик на этом этапе мне понадобится только пламя им я пройду вдоль кутикулы приподнимая ее и удаляя птеригий именно остатки птеригия в первую очередь могут привести к отслойкам материала скорость вращения фрезы 12000 оборотов также хочу уточнить что перед наращиванием я не удаляю кутикулу вся лишняя кожа остается как есть все дело в том что при запиле ногтей жесткой пилкой можно поранить тонкую обработанную кутикулу а поскольку мне это не нужно я оставляю сам маникюр напоследок пилкой tropical shine я убираю глянец с ногтевой пластины наращивание буду делать на бумажные формы синди отклеиваю ее от бумаги и на оборотную сторону клею специальную металлическую подложку она достаточно гибкая но при этом хорошо держит арку при зажатии формы чтобы форма встала под весь ноготь я сделаю v-образный вырез сразу обжимаю форму по широкому шаблону прежде чем выкладывать акрил обезжириваю ногти скраб фрешем от сенди наношу бескислотный праймер fix it от бренда lechat для работы возьму холодный камуфляж cool pink от сенди соединять его буду с ликвидом retention плюс также от сенди а выкладывать кистью номер восемь для акрила этого же бренда ну что все материалы представила а теперь к делу подставляю под ноготь форму для наращивания смотрю чтобы разметка была по центру натурального ногтя заклеиваю ушки они фиксируют форму с ногтем затем обжимаю форму по шаблону первым шариком акрила я выкладываю длину и форму будущего ногтям вторым шариком выкладываю зону кутикулы и архитектуру ногтя когда акрил подстыл но еще гибкий я аккуратно снимаю форму и поджимаю ноготь двумя шаблонами делаю его визуально уже повторяю то же самое со вторым ногтем третий маленький шарик я положу на стык первого и второго чтобы сгладить переход и опять же дополнить архитектуру пока второй подстывает покажу вам вид сбоку приступаю к запилу обычным карандашом я специально зарисовала зону кутикулы и боковых параллелей чтобы вы наглядно могли посмотреть какую область задевает пилка при том или ином развороте пальца сперва обязательно убираю ступеньки вдоль линии кутикулы и боковых валиков подправляю стенки и форму ногтя зарисую оставшийся периметр чтобы вы увидели запил стрессовой зоны и сбор материала к центру сильный разворот пальца здесь имеет большое значение еще раз подправляю стенки чтобы поверхность была максимально ровной и гладкой воспользуюсь мягким бафом теперь вернусь к маникюру фрезой пламя снова подчищаю кутикулу и зоны боковых валиков теперь уже от пыли и остатков акрила которые могли затесаться под кожей ножничками делаю срез кутикулы фрезой шар на 10000 оборотов я удаляю остатки кожи обезжириваю ногти и приступаю к покрытию базу лавли наношу на все ногти тонким слоем она нужна чтобы гель-лак не стирался и не скалывался с акрила из цветов возьму розовый оттенок лавли номер 85 синий яркий оттенок лавли номер 54 и вот такой классный зеленый цвет который я получила смешав три гель-лака лавли номер 2 лавли 46 и рокси 219 покрываю розовым цветом мизинец средний палец покрываю зеленой смесью просушиваю в лет лампе одну минуту покрываю эти ногти вторым слоем и снова на одну минуту в лет лампу на безымянном нарисовала тонкой кистью две прямые полосы по центру и заполняю расстояние между ними синим цветом на указательном пальце нарисовала две треугольные лунки и сперва закрашу все кроме них просушу в лет лампе одну минуту повторяю покрытие вторым слоем этим же цветом закрашу треугольник у кутикулы зеленым и розовым закрашу чистые боковые стороны безымянного ногтя просушиваю минуту в лет лампе чистый элемент на указательном пальце закрашиваю розовым гель лаком зеленый лампе и и Тонкой кистью волосок выполнил легкий геометрический принт. Кстати, о том, как классно рисовать этой кистью геометрию я подробно рассказывала в видео с геометрической лисой. Рекомендация сейчас появится в углу экрана. Рекомендация сейчас появится в углу. Для закрепления гель-лака использую топ лавли с липким слоем. Его обязательно нужно просушить одну минуту в LED-лампе и снять остаточную липкость. Получились очень яркие и привлекающие взгляды ногти. Жмите лайк, если вам понравилась эта работа. Подписывайтесь на мой канал и не пропускайте новые видео. А я с вами прощаюсь. До встречи. Пока-пока.